Скафандры серии «Орлан» разработаны для выхода человека в открытый космос. С их помощью проводят исследования и эксперименты в крайне сложных условиях безвоздушного пространства. Впервые в скафандрах этой серии вышли в открытый космос 20 декабря 1977 года. Космонавты Юрий Романенко и Георгий Гречко. Они совершили выход из орбитальной станции «Салют-6». Скафандр состоит из жесткого металлического корпуса и эластичной оболочки с мягкими рукавами и штанинами. Корпус называется «Кераса». Он представляет собой единую конструкцию вместе с шлемом и ранцевой системой жизнеобеспечения космонавта. Она поддерживает внутри скафандры давление, температуру, влажность, удовлетворяет потребности человека и многое другое. А еще за этим ранцем есть люк, который открывает скафандр. Прежде чем войти в скафандр, космонавт надевает облегающий костюм водяного охлаждения или сокращенно КВО. Он предназначен для терморегуляции в открытом космосе. Особенность скафандра в серии «Орлан» заключается в том, что космонавт может его починить и надеть самостоятельно. «Орлан» имеет один типовой размер и подгоняется по росту за счет длины рук и ног скафандра. Индивидуальные у каждого космонавта только перчатки. Существует несколько модификаций «Орлана». Например, сейчас российские космонавты выходят в открытый космос на Международной космической станции в скафандре «Орлан МКС». Время автономной работы космонавта в нем составляет не менее 10 часов. В контур управления установлен компьютер, который контролирует все системы скафандра. Автоматика перед выходом в космос или во время работы за пределами станции сразу же сообщает даже о небольших отклонениях и дает рекомендации космонавту, что делать в этой ситуации. Срок службы скафандра — до 5 лет, а количество выходов в открытый космос в нем может быть до 20.